Всем мое почтение, друзья. И вот хотел бы поделиться с вами такой вот жизненной историей. Редко это делаю, но захотелось чего-то сегодня, так сказать, поделиться. И вот когда-то, в 2015 году, когда я был призван по мобилизации во времена АТО, нас отправили на полигон, в Украине не буду говорить где, но, короче говоря, на полигон, на подготовку, на 40 дней. И вот во много того начались проявляться такие симптомы, как сильный кашель. Кашель, который нельзя было убрать ничем, вообще ничем. Ни такими-то таблетками, ни другими такими-то летарствами. Просто, как говорится, кишки можно было вывернуть наружу, такой кашель. И уже спустя некоторое время, когда я потом демобилизовался с армией, это была вторая половина 2016 года, я все время раздумывал, ну что за кашель? Почему такой кашель? И буквально после того, как я уехал с полигона в боевую часть, там буквально месяц, и этот кашель исчез. Просто исчез ничем, его нельзя было вылечить, а тут он мгновенно там за месяц исчез. И долго меня это так тревожило, ну думаю, что за хрень такая, как говорится. И вот когда-то, а потом уже, спустя некоторое время, я натыкнулся, так сказать, на статью в газете. В этой газете и шла речь, что еще задолго до вот этого АТО, до всех этих событий в Украине, люди, которые жили с полигонами военными, жаловались на вот такой вот кашель, как был во многих военных, которые проходили, так сказать, подготовку на этих полигонах. И оказывается, что в боеприпасах есть такие вещества радиоактивные, которые влияют на легочную систему дыхательную и вызывают такой вот кашель. Так что те, кто бывает на полигонах, если у вас есть такой вот кашель, знайте, что это, скорее всего, не простуда, скорее всего, не какое-то там заболевание, а именно полигонный кашель, вызванный какими-то там применениями каких-то боеприпасов. И будьте внимательны, берегите себя. Я считаю, что это какая-то хрень, которая потом в дальнейшем будет все-таки отражаться на здоровье. А вы вот что думаете? Может быть, кто-то что-то знает об этом, может быть, сталкивался? Напишите в комментариях. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!